Улица Балтийская – обычный день. Казалось бы, видимость на дороге отличная. Жители микрорайонов Матрешки и Адмирал уже ведут сводку сбитых барнаульцев. Пешеходный переход на четырехполосной Балтийской – уже давно место повышенной опасности. Страдают взрослые, страдают дети. Это прямой путь в 136-ю школу. Очень много ребятишек ходит со школы. Тут у нас сдано уже 9 домов в этом квартале, только на этой стороне. Это больше 3000 квартир. Ребятишкам самим опасно переходить этот переход. Боятся, подходят к пешеходнику. Один, бывает, пропустит четыре полосы. С одной полосы пропустят, со второй – с третьей не пропускают. Это взрослый еще может как-то сориентироваться, а ребенку очень сложно. Каждый день по этому переходу в школу идут почти 600 детей. Несколько сотен из них первоклашек, которых за соседней машиной не всегда видно. Уже два года местные жители пишут в городской комитет по дорожному хозяйству. Просят установить островок безопасности и искусственную неровность. Так как на этом переходе ДТП, по словам местных жителей, происходит как минимум раз в месяц. В ответе мэрия пишет, что строительство островков безопасности нормам не соответствует. Что касается неровностей, то в этом году на них денег нет. Обещают учесть пожелания горожан в году следующем. Мы боимся того, что будет зима. Вспоминаю прошлую зиму, это сугробы большие, и маленьких детей просто не видно из-за сугробов. А иногда они выскакивают на проезжую часть, и автомобиль по адекватным причинам, в связи с гололедом и так далее, не всегда может остановиться вовремя. Поэтому однозначно нужен этот переход, как минимум, оборудовать некими ограничительными мерами для снижения скорости автомобиля. Конечно, в идеале должен быть светофор. В администрации поясняют, школа не граничит с проезжей частью, а значит и обустраивать переход не обязаны. Правда, чтобы попасть на территорию образовательного учреждения, нужно пройти именно здесь. Искусственные дорожные неровности устанавливаются перед образовательными организациями в городе. К примеру, у нас 50 школ, имеющих непосредственную близость к проезжей части. У каждой имеется искусственная дорожная неровность, пешеходный переход оборудован. Просматривается вопрос об установке светофорного объекта на пересечении улицы Сиреневая, Балтийская. А также, если останется средство, то установят и искусственную дорожную неровность. Родители школьников готовят массовые письменные обращения в администрацию, а также пытаются достучаться до властей через социальные сети, чтобы пешеходный переход перестал быть рулеткой, в которую ежедневно играют и взрослые, и дети. Жители надеются, что путь сделают безопасным, не дожидаясь нового происшествия. София Иценко, Александр Антропов. День с толком.